здравствуйте дорогие друзья с вами Светлана Морозова и вы со мной на моем канале ЭКЛП Хатомская вот бройлеры растут уже почти что выросли и они своими запахами манящими приманивать сюда чужих собак вчера произошла драка Уктама с этими собаками они ему повредили лапу укусили его за палец но он их еще больше искусал конечно козлу ногу повредили козел сейчас на трех ногах и кошки ногу сломали кошку я сейчас не знаю где она мы ее лечили куда-то смылась а вот Женька осталась без брата кузьку ты не бойся она сейчас в шоке только что произошла трагедия Макс находится вот в этом пакете по понятным причинам показать его я вам не могу потому что это очень страшное зрелище сейчас я пойду разбираться с хозяином этих собак вы будете свидетелями дымка с ними ничего сделать не может никто не может с этим человеком вообще никто ничего не может сделать он распускает своих крокодилов они в прошлом году у нас убили 16 куриц и 50 кроликов и ничего ему хоть кол на голове тиши у двух соседок загрызли кроликов и вот на песчаном озере там у нас еще одна женщина у нее позавчера загрызли кроликов сейчас я пойду с ним ругаться вот они на свободе убийцы привет ты это твоя собака полюбуйся это уже четвертый за сегодняшний сезон а почему вы их дома не держите а почему вы собак дома не держите потому что вы котят своих не держите наши котята у нас дома находятся понимаешь сейчас дам запиши телефон позвониться я их не выпускаю я их не выпускаю Юля зовут это твои собаки вот распорядись чтобы больше их никто никогда на улице не видел а то я расскажу всем что это твои собаки душат всех кроликов на переулке и на песчаном озере тоже позавчера задушили кроликов я говорю позвони а еще они ночью ходят гуляют я их не выпускаю ну разбирайся со своими Юлями сам это не мое дело ну нет тоже хочешь убивай их я не буду никого убивать наведи порядок своей семье сам пожалуйста ничего какой порядок то все люди дебилы вообще все никто нихуя не понимает вообще дебил на дебиле почему это люди убивают то что говоришь нахуй им похуй вообще я их не открываю вообще все дебилы ты понимаешь что мне в газетка закатывает истерики каждую ночь я не буду никого убивать разбирайся со своими собаками сам я не выпускаю ко мне вопросов нету хочешь телефон дам это твои собаки это твои собаки ты за них несешь ответственность ты пойми это не моя собака поздняя уже давно выгнут да что ты говоришь я только что сказал что это твоя собака она вообще тут у тебя охраняет вон стоит рядом живет выполняет работу разберись с ними посади их я скажу еще раз хочешь сама позвони у тебя есть полье тыкни в лицо нахуй они не понимают что это кто такая ты жена моя ты с женой то со своей сам разберись пожалуйста они понимают работники тоже все дебилы ни одного у меня умного нет работы ты понимаешь что такое общественность если сюда придет толпа народу те с претензиями ты че будешь делать ну и сделай это ну и сбавь людей от этого или с женой там разберись ну как этот вопрос надо решить как можно у меня там бролеры сейчас знаешь их шпоха если они мне их перечек рыжат че будет то мои проблемы опять вызывайте кинологическую почему я то должна это делать это твои собаки ты реши этот вопрос не собаки то люди не собаки люди люди тупые понимаешь все вообще вот по голове все дебилы так у меня нет ни здоровья ни времени ни нервов разберись с твоей женой разберись с ней сам ну чтоб собак больше не было чтоб они по переулку даже не ходили понял особенно ночью это бесполезный разговор хочешь телефон дам да мне не нужно это разбирайся со своей женой сам да мне че с ней разбираться ты глава семьи ты решай тут жена не выпустит дебилы работники выпустит ну они вообще все дебилы люди вообще наказывать надо за дебилизм кто то ты не знаешь как это делать я их пизжу там без зарплаты оставляем все дебилы все вообще вот но уберешь они дебил Василовка я ни одного умного человека не увидел ну тогда реши этот вопрос сам можешь карабином можешь как угодно но чтобы этого больше не повторялось у меня денег нету лишних меня в прошлом году 16 куриц загрызли и 50 кроликов я че каждый год должна такое они ломают дверь и выламывают ты понимаешь это или нет я понимаю я их не открываю теперь ты же сказал мне я не открываю остальные тупые я тебе ночью помнишь смс-ку отправила загони собак я говорю я не открываю загнать так загнать стрелять ну дело твое как хочешь так и делай но чтобы больше их не было если будут то будет суд все я передам ей на тебя в суд подолбить все хорошо наши кроликов загрызли собаки вот эти рыжие да да рыжий и серый там два кобеля я серую собаку знала иногда сюда приходила возле ума сидела да мальчик это ну и рыжий тоже ходит он сейчас ходит мы сейчас увидели а много кроликов у вас был загрызли у ольги олимбековой вчера загрызли это на песчанке живет вот мама твоя мама знает ну чё делать с ними отравить хозяев найти чё делать я с хозяином сейчас разговаривала он потом я видео сделаю посмотришь видео чем не ответил да ему пофигу все матерка ну вот друзья муська то у брюлеров спряталась хитрые женька ты бы тоже туда шла но дверь там хлипкая для них вообще никакого труда этих собак никакого труда нет сломать вот эту дверь тут шпингалетик и с этой стороны тоже закрыта вот но они как-то все равно могут пролезть прошлом году вот этого шпингалета не было был только тот они вот так вот раз отгибали и залазили туда сейчас я сделал вот этот вот закрыла я не хочу чтобы они мне таких кошек шикарных чекрыжили ну и брюлеров тоже жалко будет для кого-то рощу их для каких-то шавок а вы видели этого хозяина понимаете вот не знаю а ульга говорит а вдруг он мстить начнет за то что вот в интернет вот это все выложишь я вот задумалась об этом мне теперь что придется камерами видеонаблюдения все утыкать это же тоже деньги мне бы сейчас зерно купить да и сено купить я еще должна насчет камер быть озабочена так ребята вам воды надо да ладно дорогие друзья все не буду больше о грустном жизнь продолжается всего вам доброго бог даст этот хозяин одумается собак свои закроет и может быть это сохранить не брюлеров они раньше ходили у нас тут как у себя дома а вот как ук там я отпустила то он на цепи сидел а сейчас он бегает у нас все грядки место посносил но зато он не пускать на территорию этих собак я терплю так у нас есть заборы но они такие что толку нет от них вот ну вот на джок там никуда не ходит но он так воспитан чтобы он на территории он охраняет тут его пост он никуда не ходит но эти же шапки как попало все и он за них ответственности не несет ничего ладно лайки можете не ставить но пожалуйста прошу вас подписывайтесь на мой канал кто не подписался и ставьте колокольчик поддержите меня пожалуйста люди добрые желаю всем удачи чтобы у вас такого не было всем всего доброго продолжение следует все женька одна у тебя осталось вот береги ее ночью на 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 крышу ходить на крышу и там спасение для нее они привыкли куктаму они собак то не боятся поэтому ну к тому он громадина какая а тут шапки какие-то ну там то безопасно вам вот чтоб котят бы научили так ходить на самый верх